добрый вечер сегодня у нас 18 августа до ура снова в школу да вот для тех родителей дедушек бабушек конечно не знаю как кому весело напишите как вам там вот но я знаю что мои детки вот особо не радуются и сейчас занимаются всем что хочется и я тоже так подумал что как хорошо когда занимаешься любимым делом не всегда школа является любимым делом вот поэтому конечно приходится жертвовать таким драгоценным временем наслаждаться летом всегда очень приятно поэтому да всем здравствуйте да вот поэтому все таки каникулы это великая пора вот и лето обереть тем более ну что наша с вами очередная встреча меня зовут элег тарасов вот я являюсь партнером компании skyward комьюнити и у нас с вами очередная встреча вот сегодня я начну с того что вышла новая статья она у нас есть и новое называется позиционированы позиция позиционирование компании вот это можно в pdf посмотреть в файле есть у нас на сайте вот но я вкратце скажу начали низкий string technologies по-русски это зао струнные технологии вот инжиниринговая компания созданная в минске 2015 году аккредитованная в качестве научной организации наук национальной академии наук беларуси и государственном комитете по науке и технологии республики беларусь занимающийся разработкой проектированием производством тестированием эксплуатации транспортно-инфраструктурных комплексов в эстакадном исполнении вот такие вот дела значит тоже есть фотография где у нас анатолий эдуардович представлен как основатель председатель совета директоров генеральный конструктор и надежда косарева является генеральным директором компании количество там сотрудников более 600 человек вот 400 инженеров и проектировщики вот им дата создания основания 12 февраля 2015 года интересно что когда-то в далеком 60 на шестом году до 12 февраля мои папа с мамой поженились тоже такой интересный знак для меня оказался видите я точно не знаю когда была вот дата основания но вот теперь вот так вот так вот для меня тоже является хорошим знаком благодаря их брачному союзу родился я проект олег тарасов да и вот 12 февраля вот спустя можно сказать сколько получается 65 плюс 60 до это 2020 значит получается 50 50 лет назад на чается вот то есть вот так вот ну продолжаем значит философия философия компании транспорт должен быть решением проблем они их источником я хочу чтобы на те люди которые возможно знают этот скажем так эту философию но и иногда вот хочется очень быстро и качественно объяснить новому человеку что является суть сюда и вот эта философия мы должны все с вами знать потому что действительно как я уже неоднократно тоже повторяю что пробки на данный момент правят баллом и технология юст позволит избавиться от от этих пробок а тут это вот от этой фотографии которая в нас в левом углу находится да это вот в общем то москва нью-йорк париж все что любви все любые страны назовите любые города назовите миллионники вот такие вот будут пробки поэтому с этим как говорится нужно что-то делать и не зря сейчас саудовская аравия создается новый город неом 1 его ветви называется the line линейный города вот и о чем говорит антолий эдуард еще низкий и где принц саудовской аравии говорит о том что действительно все сейчас города созданы не для людей а для машин это надо исправлять вот он пытается своим способом делать это в общем то но я думаю что конечно ю sky найдет там свое место вас поживем увидим транспортное решение действительно очень много мы об этом говорили с вами поэтому кратко скажу что транспортное решение представленной компании струнной технологии являются безопасными доступными адаптивными экологичными адаптивность если для тех кто забыл это когда в любое встраивается ландшафт в любую скажем так инфраструктуру город городскую ничего не нужно копать ничего не нужны какие трубы переносить никакое как говорится проедет между любыми небоскребами как случае допустим в арабских эмиратах вот поэтому транспорт является уникальным и на данный момент я думаю что у него нет конкуренции и нет аналогов самая главная основа технология это инновационный струнный рельс он представлен несколько у нас позициях но вы видите что вверху где движется стальное колесо движется по стальной головки рельса дальше вторая струн скажем так наполнитель здесь имеется для шумоподавления а вот это вот основа вот они струны до который как можно струне ехать и так далее вот это получается пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок то есть они натянуты и поэтому создается уникальная прямо линейная дорога вот представьте что вы если как говорится струна на гитаре попробуйте ее сделать неровные так далее тогда гитара не будет звучать все струны натянуты с определенным натяжением они звучат даже вот в русском языке когда человек здоров когда у него здоровый позвоночник это основа и в русском языке нет ничего просто так поэтому позвоночник случае в этом условии слышится слово звон поэтому все мире имеет свою частоту вибрации и поэтому когда дорога имеет свой частоту вибрации на всем протяжении это является тоже определенный скажем так возвратом к природе к чем анатолий дарчик что все имеет свою мы должны вернуться природе быть единый с природой и не нарушать в общем-то ее законы поэтому вот это струнные технологии для меня они тоже является вот таким своеобразным возвращением ну представляете вся дорога звучит в определенном в определенной тональности это очень и очень здорово ну и корпус рельса до имеется вот скажем так далее еще раз хочу сказать для людей я кстати вот эту вот вещь я уже вам рассказывал про нее очень много да в свое время но еще раз говорю хочу сказать что я несмотря на то что в 2015 году был подписан потом инвестировал я только через год 2016 благодаря алексею новомовичу беседы после беседы с алексеем новомовичем вот но только в наверно когда начался заниматься продвижением наконец-то до меня дошло что вот это запатентованная технология преднапряженных путевых структур вот она именно запатентована нету такого нигде больше ни в каком виде транспорта и вот это вот патент вот этот на пред напряженной путевой структуры то есть натянутые внутри рельсы вот эти струны это является патентом запатентована так вот это позволяет сократить стоимость строительства эксплуатации транспортной системы более чем на треть по сравнению с обычным монорельсом в два раза железной дорогой в пять раз автомобильной дорогой я даже думаю и больше там цифры но мы говорим то что как написано официальном сайте как я объясняю тем людям возможно которые продвигают технологии это очень тяжело объяснить особенно людям у нас не все инженеры не все и такие гениальные как анатолий эдуардович поэтому я нашел свой способ объяснения данной технологии когда я встречаюсь с людьми в кафе либо я разговариваю вот-вот просто стоит как говорится там не знаю там подъезде бывает так вот встретил человека с восьмого этажа и он у меня стал инвестором хотя он приехал с туркменистана вот но вот в общем то такая вот беседа прошла значит смотрите что я делаю есть такая книга 10 уроков на салфетке дона файла да ну многие сетевики и знает но и вот данном случае я использую салфетку действительно как и анатолий эдуардович показывал чтобы очень просто объяснить людям как это работает я сегодня вам сделать специально эти фотографии то есть вот я взял стаканчики и между ними значит натянул скажем так вот такая вот допустим взял салфетку уже на полотенце свернул ее так вот да в несколько раз и вот так вот поставил закрепил видите как у меня получается закрепление за счет того что в стаканчике вставлены и они натянуты да вот так получается то есть если мы просто без на вот этого натяжения то есть просто не без закрепления вот это можно сказать как анкер на опоры то есть если мы просто поставим стаканчик Ну, без закрепления, да, ну вот произойдет следующее, да, что и происходит. Поэтому, естественно, никакая салфетка не выдерживает веса стакана, поэтому технологии сейчас строительства вообще дорог, железнодорожных всяких, скажем так, дорог построены на том, что здесь вешается балка такая тяжелая, да, она сама по себе тяжелая, она имеет определенную, скажем так, силу, скажем так, да, чтобы она свой вес выдержала в первую очередь, и второе, что она выдержала вот этот вес, который должен по ней ходить там в виде поезда, в виде там вагона, в виде автомобиля и так далее. Вы помните этот случай, когда у нас на Немиге развалился мост, и действительно, слава богу, что это было ночью, поэтому там один человек, в общем-то, шел и услышал скрип, он даже не понял, что такое, какой-то скрежет, а потом рухнула вот эта вот балка. То есть вот такие вот вещи происходят. Есть, скажем так, другой путь, да, когда берут вот это вот, этих много балок, вот ставят, 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 ну, я вот как насыпь говорю и так далее, вот эти вот балки, вот это вот полотно, которое сверху, оно тоже является никогда не целостным, не единым, это может быть асфальтированное полотно, да, это может быть какие-то дороги, и вот, и они вот поэтому так ломаются, ломаются, но вот этих вот балок приходится много говорить. Почему я сейчас говорю про вот эти балки, потому что мы сейчас еще там, я нашел видео Анатолия Вассермана, который тоже предлагал вот такой вот путь, то есть решение, да, то есть много вот этих балок, чтобы оно было на величину вагона, как он выражается, я вам потом прочитаю. Вот, и вот уникальность технологии, струнных технологий Анатолия Юницкого заключается в том, что он использует натяжной вот этот вот струну, поэтому, когда я нахожусь в кафе, я беру вот так просто салфетку и говорю, поставьте сюда на нее там чашку там, с чем вы там пьете кофе или просто там стаканчик пустой, да, или, не знаю, солонку поставьте там, чтобы не страшно было. Естественно, у меня получается первая картинка, когда люди берут и вот так у них получается падает, естественно, и все говорят, ну, конечно, как оно может выдержать. А я говорю, гений Анатолий Эдуардович заключается в том, что он придумал, как эту струну натянуть, то есть вот эти вот танкерные опоры, еще тут нет промежуточных опор, вот, оно получается натягивается, вот тут у меня водичка налита, чтобы они были, и тут еще натянута там стоит тоже вес, видите, что, ну, укрепляется. Тогда мы ставим этот стаканчик, и вот, вот он, у меня получилось тут немножко прогнулось, но это у меня не жесткая, да, путевая структура, а получается полужесткая, мягко говоря, да. Ну, вот она салфетка, вот она выдерживает тот стакан, который никакая салфетка сама по себе не выдержит, если она не, скажем так, натянута предварительно натяженным способом. Вот таким образом я очень просто объясняю, даже если у вас нет, скажем так, под рукой салфетки, вы можете любую, там, взять шнур какой-то, шнурок, я не знаю, носовой платок, сейчас их не носят, как говорится, да, ну, вообще, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, когда вот такая вот вещь происходит, люди сразу понимают. И я говорю, и за счет этого у нас получается идеально ровная железная дорога, да, еще вот этот вот хотел показать, идеально ровная железная дорога, она может быть жесткая, неразрезная путевая структура, вот, до 500 км в час по такой дороге может двигаться, либо вот гибкая, когда вот неразрезная, опять-таки повторюсь, да, вот как у меня сейчас получилось, вот я один стаканчик поставил, другой, но опять-таки это тут, это самое, да, либо полужесткая, вот. Здесь полужесткая и гибкая путевая структура получается до 150 км в час, а по жесткой 500-600 км в час и так далее. Вы знаете, что вот эта вот, скажем так, эта дорога сейчас, она у нас есть в Мариной горке, представлена до километра там, да, и как только будет найден, скажем так, участок на 20 и более километров, я знаю, что уже несколько вариантов есть, рассматривается. Вот, то вот это начнется строительство вот этой вот скоростной дороги, где будет двигаться наш юнибус со скоростью 500 км в час, да, проходить испытания. Ну, для новичков еще, возможно, у нас есть новички, которые присоединятся. Я также хочу сказать, что очень много у нас уже создано видов пассажирского транспорта, тут представлены не все, но я просто говорю, посмотрите, какая красивая коллекция, вот, просто радует глаз. Это пассажирский вид транспорта и это вот грузовой вид транспорта, да. Значит, мы сейчас вот видели вот этот уже юниконд, когда мы были на выставке, нам показали вот эти вот две головки, они называются, да, то есть оно между, там действительно очень все здорово сделано, все очень красиво. Ну, они стоят пока вместе, потому что еще доходят до своего финала, они могут раздвигаться шире, уже, то есть в зависимости от того, 40-фунтовый будет контейнер, либо 20-футовый и так далее, это все есть. Ну, и вот есть разные, скажем так, юнитрак есть, берельцевый юнитрак для сыпучих веществ, вот есть юнитранс, когда вот таким вот образом, видите, происходит здесь, сыпучие вещества пересыпаются. В общем, решений принято много. И для морского порта тоже разработана целая система пассажирского и грузового транспорта. Вот, ну, смотрите, о чем я еще хочу сказать. Когда сейчас возник у меня такой вот, есть у нас общий чат, и мой партнер действительно немножко растерялся, потому что несколько людей за границей прислали там какую-то очередную статью, вот, и я ответил таким образом, что она говорит, как быть, вот так вот пишется все. Во-первых, статья 2018 года декабря месяца, да, или января, ой, простите, вроде января, да, потому что сказали почти 4 года, там уже люди тоже отвечали, почти 4 года прошло. И я написал так, что, а, она говорит, ну вот, все равно люди читают и так далее. Так я написал такой вот, значит, пост внизу для моего партнера. Написал, что время имеет значение. Потому что, когда говорят, что вот сейчас, когда мы с вами сталкивались, там, в 16-м году со статьями об то, что это, в общем-то, никогда не поедет, никогда не полетит, там, не знаю, там, и вообще это все юнически только себе собирает, там, неизвестно на что, как они там предполагали, да. Вот, то есть пирамида называли этот проект, то сейчас этих статей нету. Вот давайте так, если кто найдет статью, которая будет, там, 22-го года, давайте, конечно, ведутся очень серьезные конкурентные способности. Конкуренты не спят, да, они пытаются все, как бы, очернить и так далее, вот эти вот достают. Википедии никак не могут исправить, да, потому что Википедия принадлежит дипстейту, если так уже сказать. В общем-то, никому не нужны вот эти технологии, вот, поэтому я уже не говорю про технологии, те, которые, вот, свободная энергия от Тесла была, Никола Тесла, вот, и, ну, я вам нашел вот просто 7 великих изобретений, которые не сразу поверили. Мы, те люди, которые обычно приходят на наш, на наши сюда, вот, вебинары, я понимаю, что вы в это верите, вы в это инвестировали, но, опять-таки, очень часто люди устают от этих вот вопросов. Поэтому я приведу вам 7 великих изобретений и потом еще 2, там, добавил, скажем так, более современных, вот. Итак, венчурный фонд GVA, Вестер, вспоминает, как научные изобретения сперва по-настоящему пугали людей, какие из них были непостижимы для разума, но впоследствии изменили нашу жизнь до неузнаваемости. Первое, кино. Обратите внимание, сам Чарли Чаплин говорил, что кино является почти, кино явление почти мимолетное. Зрители хотят наблюдать за живыми актерами на сцене, хотя мы знаем Чарли Чаплина и любим его, да, именно по фильмам «Живем» и мы его не застали бы никогда, да. Второе, телефон. Я очень кратко, потому что статья была очень большая, но вот, телефон. «Знающие люди», цитата, «прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, польза от этого была бы никакой», гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, вот это мне очень понравилось, вот это вот, который пытался собрать средства для работы над телефоном. «Улавливаете связь», да, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном. Сколько Анатолий Эдуардович подвергся вот этим вот гонениям, нападкам и так далее, арестовывали суды и так далее, и так далее, арестовывали имущество и так далее. Вот поэтому, наверное, Анатолий Эдуардович уже знал, с чем он столкнется, и поэтому, говорю, что сколько он растерял, самое главное – это подняться. «Телевидение неизбежно выйдет из моды, потому что людям надоест каждый вечер смотреть на один и тот же деревянный ящик», заявил в 1946 году известный режиссер, топ-менеджер кинокомпании «Twenty Century Fox», сыгравший одну из важнейших ролей в становлении и развитии американской киноиндустрии Дэрил Ф. Занук. Далее, ракета. В колонке редактора газеты «The New York Times» была осмеяна идея пионера ракетостроения Роберта Гаддарда о возможности полета на Луну с помощью ракет. «Самолет, летающие машины весом тяжелее воздуха невозможны», был уверен лорд Кельвин, физик, президент Королевского общества в 1895 году. «Сотовый телефон». Цитата. «Я встречал многих скептиков на протяжении многих лет», признался в одном из интервью изобретатель сотового телефона Мартин Купер. «Они спрашивали, почему мы тратим столько денег? Ты уверен, что из этого получится действительно что-то стоящее?» «Персональный компьютер. «Ни у кого не может возникнуть необходимости и петь компьютер в своем доме», говорил в 1977 году. «Многие из нас уже родились». Кен Олсен. «Основатель и президент корпорации Digital Equipment Corporation». «Я тоже в 1984 году, придя к своему другу, он на Червяково жил, у него старший брат был, привез компьютер из Америки в Пенсиум-1, кажется, вот этот кубик, монитор. И я даже боялся, и сказали, что, чтобы его купить, он продал, у него была очень шикарная аудиоаппаратура, привезенная из Японии. Так вот он ее продал за какие-то баснословные рубли советские, чтобы ему привезли в 1984 году этот компьютер. И я даже спрашивал, что такое, я вот я помню, что я даже боялся заглянуть туда и посмотреть, потому что это было так непонятно, какой-то компьютер, какой компьютер. Это был всего 1984 год. А теперь продолжите мою фразу сами. Ну, еще две фразы, которые «Биткоин в 2009 году». Пожалуйста. «Криптовалюта воспринималась как игра для гиков, которая останется в пределах их сообщества. Многие тех, кто был немного в теме, заявляли, что биткоин не будет даже окупать затрат энергии на майнинг. И даже если сумеет, мировые правительства не допустят развития неподконтрольной им валюты. Тогда за один доллар можно было купить 1309 биткоинов. Друзья, 2009 год». Кстати, вот эта вот фраза, почему я ее тоже выписал, правительство не допустит развития, нет подконтрольной им валюты. Так вот, мне один очень авторитетный товарищ из Казахстана, Алексей его знает и многие знают, ну, кстати, знаете его Нуржан, да. Он тогда сказал, что я поговорил, он же сам, скажем так, железнодорожник был, и он поговорил с дядями, значит, вот там с верхушки, он так вхож в те круги. И те сказали, что РЖД и вообще вот это все, вообще ЖД, да, железные дороги не допустят развития Skyway в мире. Поэтому, Олег, не трать время, давай лучше занимайся другим. Вот его фраза была. Apple. Сам Стив Джобс в 2007 году после выхода первого айфона заявил, если Apple займет хотя бы 1% рынка, уже будет хорошо. Наиболее показательная история из-за основателей компании Рональда Уайна, который подарил логотип первой компании, он, правда, другой немножко был, да, и написал руководство для компьютера Apple 1. Через две недели, вы все это знаете, после основания он продал свою долю за 800 долларов, а через год получил еще полторы тысячи долларов за отказ от любых претензий, созданной им компанией. Сейчас эта доля составляла бы 35 миллиардов долларов. Друзья мои, все вот эти вот вещи говорят о том, что действительно людей прогрессивных их не очень много. Людей думающих гораздо меньше, я бы так сказал, людей, которые просто вот действуют по типу толпы. Поэтому наша с вами задача это, в общем-то, будить рядом стоящих, рядом сидящих, рядом лежащих и говорить, знаешь, это все-таки здорово, если мы поможем этому проекту быть. Этот проект, наш проект, U-Sky, очень уже активно развивается, и поэтому сомнение в том, что он будет, ни у кого из наших с вами последователей, инвесторов нет. Да, единственная задача, которую, в общем-то, надо сейчас решить, что те люди, которых обманули, сказали, что вкладывай доллар, получишь через год, там, или через 6 месяцев, или еще, может, быстрее, там, миллионы. Вот это, конечно, была большая ошибка, за которую сейчас многие расплачиваются, что вот, скажем так, есть этот шлейф. Но это, говорил не Анатолий Эдуардович, а Анатолий Эдуардович сделал столько, сколько действительно иногда и большому, скажем так, коллективу не справится. Да, вот сколько мы сейчас смотрели, сколько людей приезжало и говорило, ой, оказывается, у нас в Беларуси так интересно, оказывается, то, оказывается, все, ну, нет пророка в своем Отечестве. И вот это пророчество приходит уже из других стран, и потом мы удивляемся, кто создал Вайбер, кто создал Танчики, да, кто создал Юска, и многие сейчас удивляются. Мои подружки моей жены говорят, ой, подруге моей дочери говорят, ничего себе, у нас какие технологии, оказывается, в Эмиратах строят. Вот такие вот вещи. Поэтому гордимся и продолжаем дальше инвестировать и привлекать новых партнеров в наше сообщество. Ну и вот Анатолий Вассерман, Skyway. Я действительно раньше видел это видео. Многие его знают, многие его уважают, многие восхищаются его, скажем, знаниями. Но действительно, я тогда, когда послушал, это было действительно уже давно, это видео, наверное, лет пять уже. Вот. Я когда только как молодой инвестор туда зашел, посмотрел, конечно, мне было интересно, что говорят. Вот. Нарвался на Вассермана. Вот. И вам сейчас прочитаю, что это было вот уже этому видео около пяти лет. Сам Вассерман так сказал. Лично я предпочитаю другую идею. То есть он сначала посмотрел, там как-то вот почитал, а потом говорит, надо делать так. Опоры поставлены на расстоянии меньшим, чем длина вагона. Ну, наверное, он еще не знал, что у нас есть разные электромобили. Есть даже Univind. Как вот это вот. Представляете, какой чистокол, если длина вагона. Чтобы вагон одновременно опирался по меньшей мере на две опоры. Тогда получается, что между опорами может проехать все, что угодно. Я не знаю, как там может проехать, если там чистокол получится. Уже ничего там не проехать. Там будет китайская стена великая. Ну, ладно. Может быть, вагон он умел. Длинные должны быть очень длинные. Все, что угодно. Любой высоты. То есть не затрудняя наземного маневрения. Ну, тут уже не с кладушки. Дальше. А двигатели я бы поставил на эти опоры. Они раскручиваются при подходе поезда. Вот эти вот двигатели раскручиваются у него. И проталкивают его дальше вагон в смысле. Следующим опором. Хотя опоры здесь придется ставить довольно часто. И трудно преодолеть таким образом обрывы и водные преграды. Но в целом не представляется эта идея перспективной. Ну, спасибо, Анатолий Батькович, за то, что вы, скажем так, идею хотя бы не запороли. Но, в общем-то, Анатолий Вассерман там, где он есть. Со своими знаниями, книжками. И дай бог ему здоровья. Ну, Анатолий Эдуардович знал, что он делает. И слава богу, это все объясняли. И люди сами понимали и верили. Кто по наитию, кто, в общем-то, с инженером образования понимал, что это может двигаться. Поэтому, в общем-то, все дальше и строилось. Поставьте, пожалуйста, чтобы вы тоже немножко подвигались, поставьте, пожалуйста, пятерочку, если вам, скажем так, понравилось вот это вот интервью с Анатолием Вассерманом. Потому что нас, Анатолий Эдуардович, он, в общем-то, не обратил внимания на вот этот вот комментарий. Так, жду семерочки, пятерочки. Да, пятерочки, да. Спасибо вам большое. Ну, мы продолжаем. Я вот этот вот специально слайд, после того, как Анатолий Вассермана прослушал, я представил, вот тут вот такая красотища, да, где мы можем натянуть там опоры, значит, с движением от двух до пяти километров, там, да, вот это Гоа, да, вот. Тем более, что сейчас рассматривается вариант вот такой красотищи, да, чтобы она вот запечатлеть ее, и что люди могли бы наблюдать с высоты птичьего полета. И вот представьте, это чистокол. Ну, в общем-то, конечно же, никто бы не отдал такую красоту, чтобы там чистоколы вот это вбивать там или там, я не знаю, там, заливать бетоном. Поэтому идем дальше. Вот, я все-таки, опять-таки, возвращаюсь вот к этой статье. Уже я рассказал, уже рассказал Алексей Иномович про это вот. И я просто еще раз хочу сказать, что для тех, кто не знает, я знаю, что сегодня некоторые люди должны были зайти вот все-таки послушать мой вебинар, поэтому я еще раз говорю. Анатолий Вассерманович, мало что вообще говорит, потому что мы даже про Эмираты. Помню, когда какое-то было затишье, непонятно где, я у Леши спрашивал, и у Лены Степиной, что, как, чего, и все как-то вот не знали, не знали. А оказывается, в то время, уже полгода, как велись переговоры, уже площадка выделялась. И Анатолий Эдуардович тогда сказал через полгода, что нам выделили землю в шарже. Так вот, представляете, если сейчас Анатолий Эдуардович, который официально выставили информацию на сайте, когда он проводит именно рабочую встречу с представителями правительства Абу-Даби, чтобы обсудить варианты внедрения технологии Юскай-транспорта в этой столице, в столице Эмиратов. Вот, вот это вот, у них парк, вот это Лувр, вот это, получается, скажем так, развлекательный комплекс, вот это, да, и аэропорт. И вот там нужно продумать, как это все соединить, и Анатолий Эдуардович, вот я вам сейчас покажу фотографию, вот он там рассказывал, показывал, и действительно, это не знаю, кто там снимал, ну вот выступает наверняка Анатолий Эдуардович, вы видите, он очень скромно себя ведет, не видно ни Зарецкого, не Юницкого, вот, я думаю, что они рассказывали там, и вот Анатолий Эдуардович Юницкий вот усидит, и вот Олег Зарецкий, вот только вот эта фотография, и то, как говорится, мы знаем, что это они, но в принципе, я говорю, видите, это не было так вот выставлено, ну, в общем-то, сказали так, в конце. Официальные лица Абу-Даби высоко оценили работу проделания Юскай-транспорт, строительство трасс уже сейчас обсуждается на самом высоком уровне в правительстве Абу-Даби, ожидается, что Юскай-транспорт станет вполне подходящим вариантом для нынешней быстро растущей столицы Арабских Эмиратов. Поэтому вот эта статья мне, вот эта новость, я еще раз ее озвучил вам, потому что действительно, это очень и очень важная новость, вот, но мы едем дальше, вот этот вот транспорт, когда мы были на заводе, нам, у нас нет фотографий, ну, кстати, фотографии, успели сфотографироваться, у нас было две группы, и сфотографировались вот, скажем так, с Киргизией, да, вот у них есть, ну, я вот это вот, тут более видно хорошо этот вагон, так вот этот вот электро такой вот мобиль, он тоже мы задавали вопрос, где же тут, скажем так, аэродинамика как бы соблюдаться, но сказали, именно такой вагон выбрали уже для шаржа, то есть это 25-местный новый юнимобиль, который с проективной произвели в Беларуси, и сейчас он едет туда в шаржу, вот уже будет там проходить испытание, и он идет на, скажем так, можно сказать, выиграл тендер у тех же трамваев, у метро и так далее, и в шарже, скорее, вот этот вот, вот этот, скажем так, уже действующий вариант юнимобиля представлен именно по запросу заказчика, заказчик такой выбрал, то есть было представлено, ну вот, смотрите, еще, значит, здесь продолжается, вы помните, у нас сейчас две линии делают на 2,4 километра, и вот сейчас вот это контейнерный продолжается уже строительство не только, значит, самого вот этого струн транспорта, но также, видите, контейнерный терминал и контейнерное депо на трассе номер два, потому что я удивился, что один, два, три там и так далее, там есть фотография, да, так вот, смотрите, значит, здесь получается основные этапы строительства завершены, сейчас осталось закончить отделку, но эти работы пройдут только после установки путевой структуры, вы помните, что сейчас уже там струны разматывали, Алексей Иванович показывал, как уже Анатолий Эдуардович, находясь там, находится там и объясняет, как сделать лучше, как вот эти струны натянуть, в общем-то, очень важный процесс, и вот Анатолий Эдуардович как уехал туда, какой уже это месяц был, там, март, наверное, да, вот, уже находится практически полгода там, и вот все это делается, потому что это очень важный ответственный момент, поэтому Анатолий Эдуардович находится там, все это делается, и вот сейчас, видите, еще так же строится, скажем так, продолжается бетонная работа, идет подготовка к установке крыш и анкерного узла, вот это анкерное узло очень важное, в дальнейшем к этой конструкции будет закрепить струнные рельсы, вот все активно, видите, даже ночью ведется работы, поэтому очень и очень все там круто, все происходит в шарже, все это активное действие. Ну и еще одна новостное российское информационное агентство, называется Port News, выпустила тоже большую статью, все, я не смог вам передать, потому что она действительно очень большая, как струнные технологии могут сократить расходы на строительство портов. И вот действительно морские перевозки, и, значит, действительно, Анатолий Эдуардович вообще очень заинтересован, значит, суд заключается в строительстве морских портов со встроенной транспортной системой. Преимущество таких логистических узлов в том, что они возводятся на удаление от берега, это исключает значительные расходы на строительные работы, которые потребовались бы для, если бы около суши делалось, процесс доставки грузов пассажиров происходит в автоматическом режиме по эстакаде, соединяющий порт и землю с помощью юнимобилей. Ну вот, как, очень много, конечно, фотографий порта, вы знаете, вот это все завалено, за это еще, скажем так, цветочки, да, но вообще вот представляете, сколько этих контейнеров, как эта логистика работает, где, что, чего, тут иногда придешь на почту, не могут найти твою посылочку там или какой-то-то пакет, да, вот, допустим, сейчас я, брат ко мне приезжал с Москвы, я попросил его об одну вещь, он отправил в Почту России. Ребята, с Москвы шло, восемь дней шла вот это вот маленькое письмо, восемь дней с Москвы, представляете, я уже, мне так было срочно нужно, так вот, представляю, что делается с этими же, скажем так, контейнерами, которые стоят там где-то, что-то и как-то, и чего-то. У нас был еще случай такой интересный, под Новый год, мы когда за границей жили, отправили две посылки, я отправил ее просто, она шла медленнее, а жена моя отправила срочно, там, срочно надо было вот к Новому году отправить, чтобы родители получили там подарки и так далее. И знаете, что получилось с нашей Почтой? Наша Почта, естественно, посылка жены пришла быстрее, но так как это был под Новый год, все свалили, все, значит, ну, сваливали, все в одну кучу называется. Соответственно, ее посылка пришла первой, и в этой куче она была на самом там, в самом низу, в самом, в общем, не знаю, как там распределяется это. А моя шла медленно и пришла последней, поэтому мои родители, моя мама и бабушка получили посылку первую. Наташу, ну, разгребали, уже Новый год прошел, уже Рождество прошло. И когда вот эту всю кучу разгребили, оказалось, что нашли ту посылку, летать она там как-то и что-то испортилось, и что-то там помяли, потому что, ну, в общем, такие вот так у нас работает Почта. Поэтому, если здесь где-то контейнер стоит далеко, то, наверное, он тоже будет долго ждать в своей очереди. Вот так вот, смотрите, какие объемы происходят, да, морских перевозок каждым годом только увеличивается, вот, загруженность очень сильно возрастает. Проблему можно решить, но строить новые порты, да. Этот процесс трудоемкий, но главное, что это дно, нужно проводить дно углубительной работы, потому что у нас, то есть не у нас, а вообще в мире растет вот этот вот грузопоток, грузоперевозки, и нужны большие тоннажные суда, да, для которых нужна соответствующая глубина фарвата. Вот, ну, в общем-то, этот процесс дорогостоящий, и вот выемка грунтов, отсыпка, в общем-то, специальный морской вал должен быть, но это приводит к загрязнению воды, в общем-то, шум, загрязнение воздуха, там, в общем-то, там много-много-много чего, но что вам говорить, уже тут не покупаешься в такой речке, да. И Анатолий Эдуардович предлагает вот такой путь, посмотрите, какая красота, то есть альтернативное решение, это строительство морских портов в 10 километрах, может даже, от, непосредственно от суши. Таким образом получается, смотрите, не надо ничего копать, все подходит сюда, пожалуйста, остановись, здесь сразу, понимаете, смотрите, сравните площадь, я даже, знаете, что удивился, я своей коллеге по стоматологии, когда-то мы с ней вместе учились, она сейчас недалеко тут работает за поделением, и я вот, когда к ней пришел, я стал рассказать, Света, вот, посмотри, какая красота, одно показал, другое, пятое, десятое, но меня так удивила вот эта вот вещь, когда вот дошли до портов, она говорит, у, какая-то идея хорошая, но она до сих пор еще думает, уже прошло полгода, но вообще-то я ее и не дергал, но вообще вот, как интересно, да, получается, вот кто-то на это реагирует, кто-то на это, но вот у нее реакция была просто колоссальная, она именно на порты, поэтому, наверное, вот это очень интересная идея, действительно, мне как-то вот и водичка красивая, там, и порты вот эти вот, представляете, вот эти наши, скажем так, контейнеры, которые могут двигаться со скоростью 150 км в час, просто будут отсюда летать, и вот этот вот тоже шейх Шаджи, он говорит, я мечтаю увидеть, как контейнер 40-футовый, да, 50-тонник летит со скоростью пули, да, но так и будет, поэтому Анатолий Дарьевич находится непосредственно на, скажем так, в полях, да, вот идет такая жатва очень классная, конечно, это впечатляет, все это есть, мы молодцы с вами тоже, давайте поставим восклицательные знаки, что это все будет, все это будет здорово, и скоро-скоро это все поедет, и у меня даже мечта, что я обязательно туда поеду, как только эти две линии заработают, найду возможность и свозить туда семью и сам, а может быть, всей компанией. В восклицательные знаки ставьте, пожалуйста, все, больше, больше ставьте, все это будет уже скоро. Анатолий Дарьевич на месте находится, поэтому все будет на месте. Спасибо вам. Ну и вот, в общем-то, вот это опять повторюсь, предварительно напряженная конструкция транспортной эстакады, соединяющая порт суши, катализуется низкой материалой емкостью, прочностью, увеличенным шагом между опорами, расстоянием, может быть, более двух километров, благодаря чему сводится к минимуму, чего сводится к минимуму их количество и отрезки между побережьями и зоной швартовки судов. Вот, транспорт ЮСТ, предвигающийся со скоростью 150 км в час, существенно сократит логистические издержки, снизится без стоимости морских перевозок, обеспечит высокую производительность, а при необходимости полностью разгрузит склады на территории порта. Ну, естественно, что если они так будут только с корабля сразу до Набал, как говорится, называется это последняя миля, когда действительно вот этот транспорт может сразу доехать непосредственно до того участка, куда он должен быть, и тут его разгрузили, пожалуйста, и поехали уже там по магазинам или там куда там нужно, понимаете, это все очень четко, все очень быстро, и самое главное, что это безопасно и экологично, вот, поэтому фантастика. Вот, поэтому, ребят, присоединяйтесь к обучению, сейчас можно зарегистрироваться на Smart World Community, да, тоже очень много там интересного, и сейчас идет такая вот платформа, где можно даже еще корректировать, предлагать свои идеи, разработчики вам будут благодарны, вот, мы сейчас тоже находимся в такой фокус-группе, вот, даем свою обратную связь, поэтому все очень здорово. И действительно компания, действительно, вот Sky World Community взялась за обучение, профессиональное обучение своих партнеров, поэтому это очень здорово находиться там. И кто еще не присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну и напомню, что Face on the Future, да, многие уже инвестировали и тысячу, и две, и три, но вот сейчас Face on the Future, это пять тысяч долларов, и здесь появится не только тот транспорт, который вы выберете, вот на этот, но и ваша фотография, и будут не только увековечены ваши фамилии на потолке в музее, да, в Мариной Горке, ну и также вот это вот, конечно же, можно рассылать, я выставил, допустим, и на Фейсбуке, и в этом самом, в Инстаграм, вот, получил свои лайки, но самое главное, что действительно я горжусь тем, что я являюсь инвестором замечательного транспорта Sky, Юс Кай, вот, который наш основатель и создатель Анатолий Эдуардович Юницкий, вот спасибо ему, огромный низкий поклон, спасибо за восклицательные знаки, теперь десяточки Анатолию Эдуардовичу Юницкому, вот, ну и в конце я скажу, если ваш сосед пытается из старого хлама собрать в своем гараже чудо техники, не смейтесь, а присмотритесь, спасибо за десяточки восклицательных знаки, многие стартапы начинались с минимальных стартовых условий, скептицизма окружающих и того самого гаража, вот, сегодня так, так что гараж мы уже давно прошли, у нас есть два эко-технопарка, один в Марьиной Горке, где мы были и получили колоссальную удовольствие, другой в Шарже, где мы тоже были, вот, и Алексей Новомович вышел на связь, спасибо, ребят, всем, да, было очень приятно, вот, миллион, там, или десять миллионов мне поставил, спасибо, Василий поставил, спасибо большое вам за ваш миллион, слушаю комментарии от Алексея. Ну, да, спасибо за энергичную встречу, вот, ну, для себя так тоже слушал, слушал, эти примеры все, которые приводились, ну, прям такие яркие, и Apple, с этим сроком выиграли, 800 долларов, которые приводились в 35 миллиардов, да, вот, конечно, такие впечатляющие, биткоин, тоже, ты говоришь, за один доллар 1309 биткоинов, вот, а получается, что на сегодняшний день один биткоин, это сколько сейчас? Ну, 23-24 тысячи, ну, 60 же, да, 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 ну, конечно, такие интересные примеры, вот, поэтому, да, вот, кстати говоря, вот, на прошлой неделе, в частности, тоже вы понятыли на фронтацию этого, это главный из африканских партнеров, вот, и тоже интересно сказал, что, ну, сейчас же инвестируют в нас по всему миру, и очень активно в Африке, вот, и всегда приятно смотреть, что, как люди понимают проект, вот, даже там, вот, казалось бы, там, в сроках условия, вот, понимают, осознают, вот, тоже сравнивают с тем, что уже есть, тот же Apple, и вот, в комментариях такой, что у проекта, то есть я поддерживаю этот проект потому, что считаю, что у него потенциал даже больше, чем у Apple, вот, поэтому, вот эти все дисконты, которые нам сейчас кажутся, может быть, даже, как-нибудь, маленькие, там, где, наверное, 20-30, вот, но, ну, если я подумаю, что через, там, допустим, там, 2-3-5-10-15-20 лет, то есть это может быть, ну, как с биткоином, как с Apple. Ну, конечно, это будет, Леш, ну, конечно, будет, тут, я даже, ну, навряд ли кто сомневается, из тех людей, которые у нас присутствуют, да, нас немного, но мы в тельняшках, да, но я просто еще раз говорю о том, что это настолько, вот, почему люди так реагируют, ну, потому что всем уже устало, вот, осточертило вот эти пробки, да, это невозможно проехать, невозможно выехать там, да, если ты хочешь жить в центре, невозможно поставить машину, ну, и, в общем-то, да, почему там у нас, ну, пусть, скажем так, три веточки метро, да, ну, и по возможности там, вот, если есть, так я говорю, в центр нам ехать, допустим, 12 минут, да, а на машине, ну, ну, нету таких, надо двигаться со скоростью, скажем так, без светофоров, вот, ну, да, километров сто, да, будет, как бы, ну, таких возможностей нету, поэтому люди реагируют, наверное, интуитивно, что надо что-то делать, и раз есть такая технология, присоединяются, вот, но опять-таки я говорю, очень интересно, вот, когда мы в Эмираты ездили, там у меня есть товарищ такой его, там, папа вроде из Лондона, мама арабка, либо наоборот, ну, что-то такое там, вот, и вот он тогда им тоже, вот, сидели мы, вот, Мэри, который, ты знаешь, Леш, тоже, да, который тоже инвестировал, и вот мы сидели втроем, я говорю, Абдулла, говорю, ну, а чего ты не инвестируешь? И он вот так, и хочется, и колется, он говорит, ой, боюсь опять наступить на грабли, в каком плане, то есть, в другом плане, что ему в 2010 году предложили накупить на 100 долларов биткоинов, на 100 долларов, это, говорит, тогда же, допустим, 100 было биткоинов, к примеру, да, он говорит, я бы сейчас, ой, я бы вообще уже и не работал бы, все, вроде он такой, хороший такой, ему лет 40, наверное, уже сейчас, вот, и я говорю, ну вот, не повтори ошибку, сейчас не инвестируешься, ну, надо подумать, надо подумать, ну, вот уже год прошел или сколько, вот он все думает, понимаете? Все такое вопрос, что он живет? Я не знаю, слышал ли он про него, и что там тоже вот же хотят, как бы, построить город, который будет без машин, и сейчас вот в Шарже строится, я говорю, ну, ты же араб, ты там посмотри, и вот он что-то, и вот, и вот, и я удивляюсь, знаете, чему, что они же получают, ну, он же работает, он в хорошей компании работает, он получает хорошие деньги, там, ну, вообще по их меркам, да, и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах, я даже удивляюсь, говорю, ну, значит, это те же по 100 долларов, и вот, я не знаю, мне кажется, это либо дано людям, да, либо людям не дано, вот и все, ну, что тут кого обижаться, ну, при том, что это был ужин, который он оплатил, да, мы-то там оставили на долларов 300, да, вот просто поужинали там в ресторане, который возле находятся этих фонтанов, да, вот, поэтому такие вот вещи, поэтому иногда смотришь так и понимаешь, что вот людям, не жалко потратить на ужин, ну, мы ему благодарны, потому что тоже было приятной встречи, поговорили, посидели в красивом месте, но в то же время, я говорю, ну, 100 долларов в месяц те же инвестировать, да, я считаю, что, ну, конечно, надо больше инвестировать, но такие вот вещи, поэтому, Леша, кому-то дано, кому-то не дано, мы те, кому дано, спасибо тем людям, которые меня сюда привели, и спасибо тем людям, которые сейчас меня слушают, всем большой привет от меня, спасибо, спасибо, вот, так что, комментариев, комментариев, пока, комментариев, десяточки, миллионы, миллиарды, вот, так что, всем спасибо, ну, да.